За 10 дней осуществить то, что не могли сделать за 20 с лишним лет. Евпаторийцы совместно с властями города восстановили мемориал его жителям, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Успели аккурат ко дню победы. Как открывали мемориал и возрождали у его подножия Вечный Огонь, смотрите в сюжете Эдуарда Здорова. Мемориал был построен еще в 1967 году, как память о воинах Евпаторийцах, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. Тогда же здесь был открыт и Вечный Огонь. Но за 20 с лишним лет в составе Украины огонь не горел ни дня. А с возвращением в Россию вернулось и пламя памяти. Вечный Огонь этот не горел больше 20 лет. Почти 28 лет не горел. Был забыт, заброшен. И многие жители города, которые уже даже выросли за этот период, даже и не знали, что там был Вечный Огонь. Поэтому мы всем миром навалились и за две недели буквально его восстановили. И средствами своими смогли восстановить ее, благодаря жителям города, за их инициативу восстановления и нашей финансовой помощи и поддержки, потому что без этого никуда не деться. И сегодня для города историческое событие зажжен Вечный Огонь. В годы строительства мемориала Вечный Огонь туда был привезен из Севастополя, с Сапун-горы. Историческую подлинность тоже восстановили. С места героического подвига наших соотечественников, в Евпаторию, пламя памяти доставили самые неравнодушные люди. Байкеры из мотоклуба «Ночные волки». Правительство Севастополя и правительство Евпатории ночным волкам удостужилась такая честь привезти этот огонь с Сапун-горы в Евпаторию для того, чтобы зажечь ее Вечный Огонь памяти нашим отцам, дедам, прадедам, которые 70 лет назад закончили в 9 мая войну с фашизмом и победили в Великой Отечественной войне. Для ветеранов восстановление памятного мемориала – это не просто событие. Это настоящий подвиг, который сам собой говорит. Никто не забыт и ничто не забыто. Для нас это честь, что мы на сегодняшний день еще больше придали значение памяти нашим героям, которые воевали во время Гражданской войны и Великой Отечественной войны. Посетил мероприятие представитель Российского императорского дома. Владислав Пелькевич прибыл с особым поручением – вручить медаль всенародного подвига и восстановления российской государственности главе администрации Евпатории Андрею Филонову. И сам сердцем, и по поручению главы Российского императорского дома я здесь вкануне вот этих торжеств. На самом деле торжеств со слезами на глазах, потому что очень много не вернулось с фронта. И память о них всегда останется в сердцах. Отныне вечный огонь у памятника евпаторийцам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, будет гореть постоянно, обещают местные власти. Ведь память народа невозможно погасить. Как ни старайся. Эдуард Здоров, Александр Тягниредно. Время новостей. Евпатория. Евпатория.